Всех приветствую на канале Pandorum. Сегодня я расскажу и покажу про один из бюджетных смартфонов с AliExpress. Cubot Note 20 Pro. Посмотрим на что способен телефон за 99 долларов. Что ж, раскрываем посылку и перед нами минималистично стильная коробка со смартфоном. На ней перечислены основные характеристики телефона, но об этом чуть позже. Также в комплекте с телефоном имеется зарядный шнур, адаптер питания, пластмассовая иголка для извлечения сим-карт и конечно же инструкция. Сам смартфон приехал в чехле с уже наклеенной защитной пленкой, что не может не радовать. Кстати, защитная пленка есть и у камер. Особенность Cubot Note 20 Pro заключается в том, что он имеет съемный аккумулятор на 4200 мАч, что сейчас редкость. Заряжается через USB Type-C. Батареи в целом хватает на день при активном использовании гаджета. В общем, тут все хорошо. Обратите внимание, что перед включением смартфона необходимо открыть заднюю крышку и снять наклейку с контактов батареи, иначе попытки включения телефона не увенчаются успехом. Под крышкой расположено два слота для сим-карт. Использовать необходимо Nano-SIM. Также имеется место для карты памяти, хотя это вряд ли необходимо, ведь данная модель располагает хранилищем в 128 ГБ. Диагональ экрана смартфона большая, 6,5 дюймов. А вот разрешение для такого экрана маловато и составляет всего 1600 на 720 точек. Но при просмотре видео на YouTube или когда играешь в игры, никакого дискомфорта это не вызывает. Экран выглядит действительно хорошо и качественно. Обладателям полных пальцев или больших ладоней такой смартфон точно подойдет. Не возникнет проблемы с попаданием в нужную букву или цифру. Раскладка клавиатуры крупная и широкая. Технология Multi-Touch поддерживает до 10 одновременных касаний. Работает корректно и без каких-либо сбоев. Сам телефон довольно крупный, его размер 75 на 163 мм и 8 мм в ширину, а вес 193 грамма. Лицевая сторона смартфона имеет закругленные рамки, нижняя граница немного шире, чем три остальные. Фронтальная камера расположена в верхней части экрана в виде капли. Матовая крышка приятна на ощупь. Плюсом покрытия является тот факт, что не будет видны отпечатки пальцев. Хотя, впрочем, это не так важно, если вы всегда держите смартфон в чехле. Взгляд определенно привлекают четыре камеры, расположенные в верхней части смартфона посередине. В нижней части смартфона имеется логотип производителя. В целом, по ощущениям, телефон кажется тяжелым. И хотя мой нынешний смартфон весит всего на 13 грамм меньше, но впечатление складывается, что кубот тяжелее грамм на 50, видимо, из-за его крупного размера. Продавец предлагает выборы с трех цветов – черный, синий и зеленый. На корпусе имеются две кнопки – кнопка блокировки и регулировка звука. Динамик расположен снизу, как и вход для зарядки. Разъем для наушников со стандартным разъемом 3,5 мм расположен сверху. В целом, девайс сделан качественно и не выглядит дешево. По начинке смартфона используется платформа Mediatek Helio P60 с 8 ядрами. Две группы ядер – Cortex-A73 и Cortex-A53. Графика – Mali-G72. Доступны 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти. Для своего ценового сегмента он хорошо технически оснащен. Интерфейс работает плавно, телефон обладает функцией распознавания лица, и эта функция работает корректно. Сканер отпечатков пальцев отсутствует. Смартфон поддерживает NFC, так что кубот подходит для похода в магазин. Всего лишь нужно скачать Google Pay. Версия Bluetooth 4.2. Поддерживает связь 4G. На телефоне установлена операционная система Android 10 без сторонней оболочки и рекламных включений. Установлено минимальное количество приложений – настройки, сервисы Google, калькулятор, календарь, сообщения, радио и еще несколько других. При этом на нем нет собственной галереи, а установлено Google Photo. По мне так это очень хорошо, что нет каких-то непонятных приложений, которые установлены в известных брендовых смартфонах. Теперь давайте посмотрим на камеры. Компании заявлено, что они 12, 22 и 0, 3 мегапикселя. Основная камера – модуль 12 мегапикселей от Sony. Фронтальная камера – 8 мегапикселей. И это также показывает AIDA. Действия остальных камер я не наблюдал. Как не закрывал по очереди все камеры, итог получался один. Работает только одна. Зато звук будто камеры переключаются между собой. Но данный звук, естественно, доносится из динамиков. Посмотрим, как устроена сама камера. Имеются режимы видео, фото, красота, красивое лицо, боке и ночь. В режиме фото есть функция интеллектуального режима, но особой разницы при ее включении, а также при переборке режимов камер я не заметил. Можно только отметить, что функция боке – это фотография с размытым фоном. А все остальные практически одно и то же. Фотографии получаются немного темными, но в целом работает редактор готовых фотографий и проблему затемненных фото решить можно. Фронтальная камера также снимает немного в темных тонах. Имеется возможность четырехкратного увеличения зума, но качество при этом приближении становится отвратительным. Фото в режиме ночь вы видите на экране. В принципе, не так уж и плохо. Имеется вспышка с внешней стороны. В дневное время снимки получаются резкими, даже, наверное, слишком. Результат съемки видео на данном смартфоне вы видите сейчас сами на экране. Фокусировка скачет, если снимать с рук, стабилизация полностью отсутствует. Видео пишет в разрешении Full HD, как с основной, так и с фронтальной камеры. Во время видеосъемки также можно делать приближение или удаление. Отдельно стоит отметить про динамик. Он здесь просто ужасный. Так что послушать музыку или посмотреть кино и получить от этого удовольствие можно только в наушниках. Сам же основной динамик довольно громкий, но звук настолько плоский, что и представить трудно. Как будто прямиком из 2007 года. Cubot Note 20 Pro – хорошо оснащенный смартфон в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. Большое количество встроенной памяти, вполне качественный дисплей, разборный корпус, бесконтактные платежи NFC, емкий аккумулятор и чистая операционная система. Из очевидных минусов это только динамика. Я, конечно же, не могу сказать, что данный смартфон является лучшим за эти деньги. У него довольно много конкурентов. Но в целом, если вы ищете именно большой смартфон, то стоит рассмотреть этот вариант. Ссылку на него я, конечно же, оставлю в описании к этому видео. Кого заинтересовало, переходите и смотрите. А также обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Ну и не забывайте про колокольчик. Всем удачи и еще услышемся.